Роман, дорогой, приветствуем тебя сердечно, и вся наша школа Человек Будущего Homo Futurus тебя любят, ждут, и уже мне написали. Роман очень, очень человечный человек. Дорогой Хасай, доброй ночи, доброго времени суток, всем, кто нас смотрит и будет смотреть. Доброй жизни, всем Homo Futurus. Здравствуйте вам. Все Человеки Будущего тебя приветствуют. Будущее – наша единственная цель. Ну да, да. Без образа будущего мы никак не можем, и я очень на тебя сейчас надеюсь, что ты дашь импульс. А без образа наступает безобразие. Мы не безобразники, мы образ формируем. Вот мы там на школе у нас, всеми участниками, а у нас из многих стран мира, создаем науку человечности, потому что о человечности много сказано в религиях, в искусстве, в литературе, и в кино, и везде. Но это не спасло нас от пандемии, не спасло от кризисов, войн. Вот надо науку создать, потому что наука всегда опережает развитие человеческих качеств, потому что не всегда человек и человека утверждают, и не всегда это является трендом востребованности. Я очень на тебя надеюсь, что ты поделишься с нами своим опытом в этом отношении. Я приветствую твою инициативу создать науку, потому что то, что сейчас из себя наука представляет, к сожалению, она все больше скатывается к религии, она заставляет принимать все на веру, а самое главное, что она не делает человека счастливым. Если мы говорим о том, что надо создавать науку, нужно создавать систему единых фундаментальных понятий, чтобы мы не уподобились новому Вавилону, когда один говорит «я люблю жену», другой «я люблю котлеты», а третий «я люблю рубалку», и все описывается словом «люблю». Именно так, определить все понятия, чтобы… Да, нам нужно… В противном случае, если мы не создадим такого фундамента, то есть фундаментальной науки по прямому определению, у нас разрушится любое здание, которое мы будем строить, любая конструкция, а мы, люди, небезответственные. Любое здание, любая конструкция возводится на основании не только образа будущего, но и на основании кирпичей, стандартизированных кирпичей, чтобы можно было совершенно четко понимать, о чем, собственно, люди говорят, о чем мы общаемся, чтобы мы общались в единой, знаковой, если хотите, семиотической системе. Задача очень серьезная, задача непростая. Я надеюсь, что мы сегодня заложим один из очередных камней в этот фундамент. Да, Хасей? Да, обязательно. Мы для этого, собственно, и живем, потому что, если мы не сделаем этого, а кто тогда сделает? Вот я пытаюсь все время собирать нормальных людей, их очень много, но никак не собираются, потому что все заняты выживанием, выживанием и никак не могут иметь эту энергию, чтобы объединяться, делиться. Они все говорят, давайте объединяться, а у них, во-первых, нет того, о чем ты сейчас сказал, у них нет вокруг чего объединяться, вот этого фундамента базового. Поэтому я весь внимание. Ну вот, сегодня уже прозвучало, делиться. Слово обоюдоострое. Делиться с кем-то чем-то или делиться самому, размножаться делением. Понимаете, это разные векторы. Так вот, как ни странно, начать надо с определения индивидуума. Что такое индивидуум? В переводе с латинского индивидуум означает неделимое. Только неделимое может делиться. Синоним этого слова, греческий вариант, это атом. Правильно, атом также не исчерпаем. И он переводится как атомос, как неделимое. Нельзя делить личность. Это внутреннее ядро, от которого мы, это наша печка, которая позволяет нам печься от других. И только если мы пляшем от этой печки, от неделимого, тогда мы можем делиться со Вселенной и с миром и находить себя в системе координат между у меня выходит или у меня, или мне не получается. Это разные вещи. Сначала должно выходить. И вот здесь я бы предложил поговорить о том, с чем сейчас ничтожно-сумняшися работают коммерческие психологи, это внутренний конфликт. Или на нашем языке это состояние внутреннего дня спокойствия. И мне просто очень хочется с вами поделиться свежим открытием или откровением, если угодно, на эту тему. Надеюсь, что это может быть одним из краеугольных камней в фундаменте науки, которой занимается любимый Хасей. Готовы? Мы вместе занимаемся, вместе давно занимаемся, потому что я все время с удовольствием и с интересом смотрю твои телепередачи, как ты говоришь о расчеловечивании, как человека превращают в исполнительное, подражательное или еще какое-то выживательное звено, которым начинают манипулировать. Так вот. Вот к чему мы подошли. Смотрите. Расчеловечения или деление неделимого, превращение индивидуума в скотину, простите, с целью ее дальнейшей дойки или заклания. Это как раз то, что описывается в формуле тьма не существует. Тьма – это отсутствие света. Не может тьма наступать и наползать. Ее нет. Может свет отступать. Может свет гаснуть. Что с нами происходит, когда мы находимся в состоянии внутреннего неспокойства или внутреннего конфликта. В конфликте всегда присутствуют две стороны. А теперь вдумайтесь. Внутренний конфликт. То есть я являюсь врагом себя. В этом столкновении, в этом конфликте победителя быть не может. Потому что если я победил себя, то я себе проиграл. Я себя уничтожу. Что же делать в этой ситуации? Для начала надо понять, что мы с вами подходим под базовое научное определение комплексной или сложной системы. Что это такое? Металлический брусок состоит из одинаковых элементов. поэтому внутри этого бруска, если нет внешнего воздействия, нет конфликта, все элементы одинаковые. И они приходят сами по себе в гармоничное состояние. А любая система составлена из разных элементов. Речь идет о государстве, об автомобиле, о самолете, о семье, о человеческом теле. Эта система сложная из-за того, что элементы разные, с разным потенциалом и с разной функцией, они изначально приводят систему в состояние неустойчивости. Неустойчивость системы называется энтропией. Чем сложнее система, чем она более громоздкая, чем из большего набора различных элементов она состоит, тем она более неустойчива. Человеческое тело, так же, как и человеческая душа, состоит из огромного количества разных элементов. Начать с того, что каждый орган нашего тела, по сути, это отдельный организм. со своей энергией, со своей функцией. Этот организм может поссориться еще с другим организмом в нашем теле. Почему и когда это происходит? Сложная система обретает устойчивость по двум сценариям. Один сценарий. Представим себе велосипед. который почему-то мы решили держать в вертикальном положении. Что для этого требуется? Ну, как минимум стоять рядом и его держать. Если мы поставили себе такую цель, устойчивость системы, как цель. Если мы хотим отойти, нам нужны различные подпорки. Что произошло? Для того, чтобы стоячая или статическая система обрела устойчивость, необходимо дополнительные элементы. И вот тут происходит фантастическая вещь. Мы только что сказали, что чем система более сложная и чем из большего количества элементов она состоит, тем она становится более неустойчивой. Возникает парадокс. Для обеспечения устойчивости системы мы прибегаем к способу уменьшения ее устойчивости. И так до бесконечности. Пример? Пожалуйста. Костыли для человека или таблетки для обретения устойчивости. У кого-то температура разыграла. Он ввел в систему дополнительные элементы. На какое-то время система обрела устойчивость, то есть равновесие. Но потом она из этого равновесия уходит. И человек становится зависим от все большего и большего количества новых элементов. Как это происходит на деле? Любая система, которая ставит своей целью только свою устойчивость, то есть не развивается, по определению находится в программе внутреннего конфликта. И она вынуждена этот конфликт все время приводить к компромиссу. то есть на одну чашу весов кладется гиря, потом еще на одну чашу весов. И так до бесконечности, пока весы не выдержат суммарный вес и не обрушатся под тяжестью этих элементов равновесия. Второй сценарий, который избирает система ради обретения устойчивости, она отсекает элементы, которые сиюминутно ее раскачивают. Это элементы творческие, это элементы, которые ориентируются на будущее, но они ей не нужны этой системе. И она одновременно усложняя себя элементами контроля, опоры, избавляется от элементов трудно прогнозируемых, от элементов творческих, как я уже сказал, элементов аналитических, она идет по пути деградации, она себя упрощает за счет сложных элементов, то есть одновременно и деградирует, и увеличивает свою неустойчивость. Сценарий этот называется суицид. это касается государства, это касается человечества, это касается нашего тела, это касается компаний, это касается наших семей, которые находятся в ситуации внутреннего конфликта. Что же с этим делать? А вот что. Представим себе оркестр, который собрался, у каждого есть свой инструмент. Каждый умеет играть, и каждый виртуоз, но у них нет партитуры. Вот они собрались и сидят, у них нет дирижера. Чем это все закончится? Восьмин Крылово, там не оркестр, там простая система, там квартет. Чем закончилась какофония и дракой? Система оказалась во внутреннем конфликте. В чем причина? Единственный способ обретения устойчивости это сесть на велосипед и поехать. Тогда задача держать его в вертикальном положении таковой не является. Она наоборот является просто одной из функции. Она является функцией движения. А движение это перемещение из точки А, из нашей исходной, в точку Б, к нашей цели. И вот вам простейший ответ. Обретение устойчивости системы и ликвидации программы внутреннего конфликта. с другого бока с научного подхожу к тому, что все эти годы говорит любимая Хасайна. Если поставить системе цель, которая сообразна ее конструкцией, четко отвечает ее конструкцией, чтобы не забивать молотком, микроскопом гвоздь, если он сделан как микроскоп, в данном случае мы имеем ввиду индивиду, то значит надо рассматривать микробы. А если эта система, этот индивиду сконструирован как телескоп, значит надо смотреть на звезды. А если это просто система линзы, значит можно разжечь огонь. Самое главное это поставить для системы цель, которая находится вне нее. В первом случае с велосипедом цель была внутри системы и цель была поддержать ее устойчивость, стоять на месте и чтобы ничего не рухнуло. какое-то время это работает, но очень коротко. Если же цель выносится за рамки системы, возникает образ цели или образ будущего, возникает образ будущей картины, возникает образ будущего меня, который вырос относительно меня прежнего, поменял статус, не деградировал, не избавился от ненужных элементов, а их полностью реализовал. Я был мальчик, стал отцом. Это движение, это образ будущего. Если мы говорим о медитативных практиках, которые искусственно, как таблетка, пытаются привести человека в благостное, равновесное состояние, то это не что иное, как добавление лишнего элемента. Он не нужен. Это все равно, что держать велосипед в вертикальном положении. Ну, и стойте рядом с ним всю оставшуюся жизнь, вместо того, чтобы на него сесть и поехать. Все очень просто. Более того, все элементарно. Что тогда происходит? А тогда все элементы начинают работать на общую цель. Они становятся союзниками, какими бы разными они ни были. Если на страну нападает враг, то все распри в стране, которая хочет выжить, прежние обиды, прежние статусы, они все обнуляются. есть цель вне системы. Она снаружи. И значит, система мобилизуется и реализует себя полностью. И тогда происходят фантастические вещи. Страна, на которую напали фашисты в 1941 году, до победы на Курской дуге, не болела эпидемическими заболеваниями. Происходят метафизические вещи. Медики знают, истощенная женщина теряет фертильность, она не может родить. Но в освобожденном от блокады Ленинграде ходили дистрофички, и весь город был вот с такими животами. Сработало нечто. сработала воля к жизни, сработал образ будущего. Они стали рожать будущее. Организм истощенный, которым нехватка жиров, а мы это знаем, природа выключает способность к зачатию и деторождению таких женщин, сработал вслед за мозгами, за волей, за душой. Кончилась война, мы хотим жить дальше, мы хотим продолжить род, мы видели смерть, мы хотим родить жизнь. Вот что происходит с нами, с нашей индивидуальностью, с нашей неделимостью, когда мы перед собой ставим цель реализации всего своего потенциала. И тогда у оркестров появляется партитура перед каждой нотой, расписанная с каждой партией для него и появляется дирижер, а это тот самый я, это та самая моя личность, которая дает мне личности просто команду. Внимание, поехали, и оркестр зазвучал. И никакого конфликта в виде крыловского гвардета у нас не будет. Но есть и обратная сторона медали. Что происходит, если мы не идем путем, который вам указывает любимый Хасай? Система начинает конфликтовать сама собой. И вся энергия, заложенная в нас, начинает работать на саморазрушение по сценариям, которые я вам уже описал. И тогда нереализованность кончается онкологией или инсульт. Это внутренняя энергия, которая работает на битву меня против меня, в которой победителей не будет. Либо пострадает наша личность, либо мы начнем компенсировать свою нереализованность. Есть такое явление эскапизм, бегство от реальности. Начинаем заниматься ерундой, бегать по кругу, выполнять чьи-то порушения, считать чьи-то деньги, выполнять чьи-то распоряжения, забыв о том, что мы рождены тем, кто нас создал по его образу и подобию. А отец всегда хочет, чтобы ребенок был не просто на него похож, а чтобы он его превзошел. И тогда мы понимаем, что такое задаток. Вот мы часто используем это слово. У него большие задатки. Задаток по определению это аванс. Нам выдали аванс. А с авансом что надо делать? Его надо отрабатывать. Нам авансировали работу в виде нашего задатка. В виде нашей способности рисовать, писать музыку, слушать стихи, любить ближнего, воспитывать ребенка. И тогда мы понимаем, что такое образ будущего. Образ будущего это наша ответственность. И не только за себя, а за того, кто нас привел в этот мир. Который дал нам чудовищное испытание под названием свобода. Потому что если бы он ткнул нас носом и сказал, что делать и как себя реализовывать, то мы бы превратились муравьев, у которых нет этого вопроса. Но тогда мы бы потеряли субъектность. Мы стали бы объектами. И это уже по определению не свобода. Приходим к тому, что свобода это постоянная связь с нашей вселенной, с его Богом. это прежде всего ответственность о невозможности делать все, что мы, что нам не заблагорассудить. Это ответственность выполнить свою миссию, реализовать четко свои задатки и наше не право, а обязанность не заниматься ерундой, а быть собой. Быть собой это значит выполнить свою задачу. Я думаю, что на сегодня нашим друзьям, зрителям и слушателям моих базовых определений хватит. Я бы хотел задать вопрос, насколько я правильно понял. Я хотел спросить тебя, вот мы, например, занимаемся тем, чтобы открывать свои способности, потому что я так интуитивно понимаю, что счастье для человека открывать у себя способности, реализовать их, этому мы учимся в школе, как себя идентифицировать, какие способности надо, вернее, какие они у тебя прямо рвутся, но ты не знал, что это способности, блокировал, потому что у нас подражательный рефлекс, по какому-то шаблону надо жить, или как выживать. Вот сейчас мы столкнулись с проблемой, у нас же не только психика, у нас еще и биологическая часть, которая требует питания, свежего воздуха, теплой постели, по существу не только дух, но и материя. И вот эта несогласованность между душой и телом вызывает вопрос. Да, я буду развиваться, я буду развивать свои таланты, если я художник, буду рисовать, если я архитектор, буду создавать новые здания, если я конструктор, новые самолеты. Ну да, это да, я могу быть счастлив, как Эйнштейн сказал, я счастливый человек, я мог бы делать то бесплатно, за что мне еще и платят. Весь вопрос в этом. А как человеку развиваться и в то же время иметь вот это вот достаточно? Есть ответ. Для этого на свое тело надо просто посмотреть, как инструмент. инструмент должен быть в порядке. Здоровье, телесный комфорт, отсутствие патологий, так же, как и устойчивость системы не может быть целью. Это да, это да, я понял. Если здоровье будет целью, то постигнет уже тот сценарий, о котором мы говорили. но если здоровье и тело... Я не очень точно сформулирую. Я понял вопрос. Я понял. Счастье и деньги. Счастье вот деньги это универсальный язык внешнего. Смотрите, смотрите, тоже, опять же, не надо путать цель и средства. Цель это то, что не допускает ответа на вопрос зачем. Все остальное является средством. Деньги тоже средством. Вот если деньги становятся целью, то так же, как и телесное здоровье, как средство, как инструмент становится целью, система идет к обрушению. Это суицидальный сценарий. Это закон вселенский, незнание которого не освобождает нас от ответственности. Нельзя устойчивость системы, нельзя инструменты делать целью. Не может художник поставить своей целью набрать большое количество кистей. Не, 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 Роман, вот я хочу задать вопрос, позволь мне. Я имею ввиду, вот у меня, допустим, сотни там людей, которые находятся в ситуации безжигания физического, им не за что платить за квартиру, там, ЖКХ, вот нас все время так накрывает, и они еще к тому же и больные. Вот они мне постоянно звонят, там, страхи, паники и так далее, им 60 лет или 70 лет, а уже и 14-летние, потому что они не могут справиться с ситуацией. У них нет элементарного ощущения в завтрашний время, поэтому они не могут себе позволить заниматься любимым делом, развивать свои таланты, потому что весь их мозг направлен на то, где взять деньги, чтобы завтра заплатить за ЖКХ. Вот о чем вопрос. У меня, как и у большинства, тоже стоит вопрос денег. У меня двое маленьких детей, у меня жена, которая тоже пытается реализоваться. Вы знаете, она мне помогла. Она мне помогла выйти из инерционного сценария. Я за свою телевизионную карьеру сделал больше трех десятков документальных фильмов. Я почувствовал, что умирает телевидение, и я оттуда ушел. Но здесь такая неприятная вещь. Любая коррекция программы требует избыточного ресурса. Когда мы переходим с работы на работу, или когда мы бросаем то, чем мы занимались всю жизнь, требуются какие-то запасы. это очень трудно. Это как перерождение. Но я видел молодых людей, которые совершенно очевидно вышли из проекта человек, который ходит и побирается. Его носят ноги. Он ходит и просит денег. Понятно на что. И я видел древних бабушек и стариков, которые продают какие-то вязаные носочки. я может быть жестко скажу, но универсального рецепта я никому давать не хочу по той причине, что человек, который ждет совета, он заранее мирится со своим положением объекта. Он остается ребенком, но мы все уже взрослые люди. он перекладывает свою ответственность. Возможности просто остановиться и посмотреть, сколько возможностей есть. Надо не с точки зрения у меня не получается, а у меня выходит, у меня не выходит. Я могу сказать, сейчас чудовищный дефицит бабушек для детей, которых не с кем оставить родителей, которые, скажем так, не могут позволить себе коммерческий детский садик, которым тоже нужно работать, нужно освободиться. и я это знаю на собственном примене. Вот хотя бы элементарно. Если у человека есть возможность передвигаться, прочитать кому-то сказку, но почему мы с вами, Хасай, выходим в интернет, общаемся, но в конце концов попросить кого-то научиться пользоваться современными средствами и начать читать детские сказки. Мы это с тобой можем. Мы можем, но о чем говорить с человеком, который, прошу прощения, дожил до 70-80 лет и все время ждет совет. Вот мне, 58-летнему, хотелось бы у него спросить совет, а мне-то что делать? Вот интересно. Я, например, знаю, что нам с тобой сделать. Я-то для себя этот вопрос для начала заработать много денег и создать университет. Более того, надо продумать еще, что делать в связи со свежепринятым законом о просветительской деятельности, куда мы с тобой подпадаем просто по полной программе. Я сегодня на эту тему консультировался. Мне сказали так. Вы занимаетесь настолько лояльной и позитивной деятельностью, что вас никто об этом спрашивает. Верим, 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 конечно. Кто-то обещал у народа пенсии не отнимать. Не надо. Это вот в разведке приучили считать ситуацию с негативных сценариев. Это так, это к слову. Так вот, с точки зрения того, а что делать-то? А вот самому себе этот вопрос задать. Ты представляешь, насколько интересен сейчас наш разговор. Настолько глобален, потому что именно вот эта проблема духа и материи, вот эта проблема развития, да, действительно, развиваться надо, иначе мы можем упасть, надо все время ехать, чтобы кто не созидает, тот разрушает. Это правильно. Поскольку мы устроены, как говорится, по образу и подобию, имеется в виду, пусть это метафора, пусть это будет кто как во что верит, мы этого не касаемся. Я просто имею в виду, что эволюционное развитие человека в сегодняшний день, это итог нашей предыдущей всей истории. Это точка итога. И здесь есть в геноме способности творческие, созидательные. Это вот тот самый неделимый, это тот самый индивидуум. Который надо раскрывать, и как электрон, так же не исчерпаем, как и атом, так же человек, как ты говоришь, индивидуальность. Потрясающее определение, что мы на это мало обращали внимания. Для нас человек был винтик, исполнительное звено. А сейчас мы начинаем говорить, человек-то творец, по природе творец, и поэтому главный конфликт, когда он не позволяет себе быть творцом. не реализует себя. И вот у Чинскен-Михаи, например, автора потока, там у него так было. После той Великой войны, там люди, которые были на стадии выживания, они были очень подвержены разным сектам, разным влияниям, всяким этим космогоническим теориям и прочим леса. Но потом, когда они вышли на стадию жизни, когда они уже могли... Вернулись к реальности из-за скопизма. Да, они уже начали, и среди них было 30%, как он вычислял 60 лет, 30% людей, которые считали себя счастливыми. Это те, которые уже жили, и для них уже было неважно, какой они получают какой доход, потому что они занимались любимым делом. И там они чувствовали себя счастливыми. Но это было 30%. Я хочу... Да, прошу... Да. Прошу прощения, что я так импульсивно, но если уж пошел такой серьезный разговор. Есть одно стихотворение Пушкина, прагмин, который мы не понимаем, который мы не понимаем всей глубины. А это не что иное, как программа. Итак, слушаем. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух сначала. Сначала дух. Есть одухотворенность. И просвещение имеется в виду это свет, как отсутствие этим. И опыт сын ошибок трудных. Это тема отдельного разговора. Почему? Потому что опыт позитивный это трафарет. Это большая опасность. Его использовать нельзя. Используется только негативный опыт. Наша программа это программа ошибок и их исправления. И гений парадокса вдруг. для начала надо разобраться со словом гений. Гений генератор инженер генерация как поколение женщина не что иное как творческое рождающее начало. Вот что такое ген и гений. Итак гений парадокса вдруг. Гений рождает то чего раньше не было. То что с точки зрения прежних стереотипов является парадоксальным. То есть задача человека это родить что-то новое. А вот кто знает последнюю строчку? Я не знаю. Есть еще одна. Какая? И случай изобретатель. Вот когда выполнены все четыре действия до этого вот тогда случай и приходит фортуна покровительствует с ним тем кто посмел. Я как-то задался вопросом почему говорят что Бог помогает Он помогает тем кто хоть сам что-то делает. Кто старается сам Бог помогает тем как в еврейском анекдоте. Что ж ты можешь выиграть в лотерею? Хайм для этого для начала надо было купить лотерейный билет. Бог помогает тем кто старается сам Конечно и случай подвернется и все подвернется. Роман я так рад нашему разговору потому что мы затеяли сегодня такую глобальную тему глобальную во-первых определение понятий которые довольно-таки разбивчатые расплывчатые и люди разговаривают друг с другом не понимают каждый представляет свое поэтому нет общего единого языка это будет наука человечности второе как же нам раскрывая в себе вот это человеческие качества человеческие качества у нас есть разгрузка где-то от состояния стресса переходишь в состояние безмятежности и лучше начинаешь понимать что происходит из самого себя самоидентификация ты мне до этого сказал что мы на эту тему можем в следующий раз тоже поговорить да самоидентификация да и потом на самом деле давай сделаем большой вебинар соберем денежку купим новую аппаратуру тебе купим новую аппаратуру там еще что-то такое чтобы мы могли вести большие трансляции потому что договорились чем больше людей чем больше людей мы охватим этим знанием тем больше будет критическая масса когда атомы неделимые индивидуумы собираются в критическую массу тогда и получится феноменальный заряд конечно нам надо просто набрать побольше побольше аудиторию потому что то что мы с тобой сейчас говорим это правильно сейчас мало свежих идей вообще в мире нету свежих идей все они там получат одно и то же одно и то же свежих идей нету а ты правильно сказал именно человек человечность является осью творчества созидания если человек не созидает если он не развивается он разрушается поэтому раньше свободный художник он как правило вот купил чтобы немножко деградировать потому что власть и свободный художник всегда были в конфликте не потому что свободный художник анархист нет потому что он подчинялся высшей власти он подчинялся законам природы чувство гармонии и здравого смысла а система которая шла к самообрушению от него избавлялась это был элемент нестабильности то о чем я и сказал именно я же как раз тема деградировала конечно Роман спасибо тебе огромное ну позволь тебе напишут там вопросы потому что наши участия очень любознательные они напишут тебе вопросы ты пожалуйста найди время посмотреть там комменты я тебе очень благодарен я тебе очень благодарен но ты пообещай что мы еще раз встретимся слово давай будем жить дома приветы спасибо до встречи спасибо тебе обнимаю тебя счастливо спасибо обнимаю до встречи спасибо Продолжение следует...